Новое повторение этого тезиса излишним, что для советских, а ныне российских, украинских, белорусских гимнастов, для японских, китайских, американских, да для кого угодно почти, за исключением очень небольшого числа эгоистов, командный турнир в соревнованиях по гимнастике всегда был наиглавнейшим. Японцы в Токио в 64-м году на своей домашней, такой ответственной, такой важной для страны Олимпиаде защищали титул чемпионов мира в команде, выигранной в 60-м году в Риме. Выигранный, напоминаю, в жесточайшем соперничестве со сборной Советского Союза. И это соперничество продлилось четырьмя годами. Позже вы видите Шуи Цуруми, выступающего на кольцах. А вообще, сразу скажу, что если между командами, занявшими два первые места, разница, дистанция составила 2,5 балла, что кажется, в общем-то, внушительным, то вот от третьей объединенной команды Германии, а тогда по настоянию Международного Олимпийского комитета сборные Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики выступали едино. Так вот, эта самая объединенная Германия от серебряного призера в командном зачете отстала аж на 10 баллов. Это просто иллюстрация к тому, что в 64-м году вопрос о победе в командном зачете ставился очень просто. Либо наши, либо японцы. У Шуи Цуруми за кольца получилось 9,7. И ведь Цуруми не был лучшим, скажем так, по крайней мере, безусловно, лучшим японским гимнастом того времени. В команде был Юкио Эндо. Гимнаст выдающийся, великий, многократный олимпийский и мировой чемпион, который в те самые дни, когда проходила Олимпиада в Токио, переживал самый, что ни на есть, расцвет своей замечательной карьеры. И вот он в соревнованиях в командном финале за упражнение, за выступление на кольцах получил 9,8 балла. У нас нет возможности показать вам всех гимнастов, входивших в состав сборных Советского Союза и Японии, но мы можем. И мне кажется, что я даже обязан перечислить всех тех, кто тогда соревновался. Японскую команду составляли Такаши Митсукури. Вы видите, как ликуют японцы и зрители, и участники сборной по поводу оценки, выставленной Юкио Эндо, 9,8. Но борьба только начиналась, и вот на кольца вышел Юрий Титов. Так вот, вместе с Эндо выступали Такаши Митсукури, Хрухира Ямашита, Такуджи Хаято, Такаши Она и Шуи Цуруми. Советскую команду составляли Юрий Титов, выступление которого на кольцах вы сейчас видите. Борис Шахлин, выдающийся, великий, легендарный гимнаст. Виктор Лисицкий, Юрий Цапенко, Сергей Диамидов, чье имя навсегда осталось в гимнастике, закрепленное его именным элементом. И Виктор Леонтьев. Титов и Шахлин были лидерами тогдашней советской команды. От выступления Юрия Евлампевича, так я говорю, сейчас, в 2011 году, зависело очень много. Да от каждого выступления зависело очень много. Не было такого выступления, от которого ничего не зависело. По крайней мере, так думал каждый советский гимнаст, выходящий на снаряд. И каждая советская гимнастка, выходившая на свои снаряды, вы видели девушек из состава сборной Советского Союза, сидящими на трибуне только что. То есть, ощущение невероятной ответственности главенствовало в душе каждого участника тех соревнований, которые мы смотрим. Юрий Титов получил за кольца 9,6. Это, конечно, было маловато, меньше, чем он бы рассчитывал победить. Получить, простите. Что ж, оставалось добирать где-то еще. Или кому-то еще. И уж если не вполне удалось выступление Юрия Титова, то у Бориса Шахлина вариантов не оставалось. Высокий, очень пропорциональный, настоящий атлант от гимнастики. Я не знаю этого точно, по крайней мере, мне как-то не доводилось об этом читать, слышать с достоверностью. Но я не удивлюсь, если кто-то из больших знатоков гимнастики подтвердит предположение о том, что с Бориса Шахлина лепили скульптуры. Это был, конечно, не только один из самых умелых, техничных гимнастов своего времени, но и, вне всякого сомнения, один из самых эффектных. Кстати, характерно, что и Шахлин, и Титов, впоследствии закончив свои замечательные спортивные карьеры, вполне преуспели в той жизни, в которой далеко не всякий выдающийся спортсмен, гимнаст находит себе место. Юрий Титов был 20 лет президентом.